Так что, Женя? Что? Когда философия возникает? Философия возникает в районе шестого века. Ну, сразу такой сомнительный ответ, потому что неплохо было бы вообще-то узнать, а что такое философия. Вообще вопрос о том, что когда возникает, да, надо начинать с того, что мы понимаем под этим явлением. Просто, если вы спросите меня, когда возникла наука, я спрошу вас, а что вы понимаете под наукой в данном случае? Если вам интересна околонаучная методология, это где-то век 17-й. Если вам интересна большая социальная структура, да, там с лабораториями, университетами, школами и прочей хуйней, это уже ближе, наверное, к 19-му веку, к концу даже 19-го, да. То есть, если уж вообще целостную эту структуру рассматривать, то, наверное, в 20-й можно зайти. Если вас вообще интересует в качестве науки структура получения какого-либо, в кавычках, знания, да, ну тогда можно и греков назвать учеными, в таком случае всю философию. Кстати, можно назвать наукой в таком случае, да, то есть для вас наука это любая эпистема. То же самое и со словом философия. Со словом философия это даже более важно, потому что у философии больше разных определений, чем у науки. Потому что, ну, почти каждая философская школа, большая, серьезная, уникальная философская школа, почти каждая хоть что-то свое предлагала к этому пониманию философии как таковой. Поэтому не до конца понятно, что такое философия. Кто-то, например, может сказать, что, ну, настоящая философия это платонизм, и она возникает с Платона, а это уже не VI век до н.э. А кто-то скажет, что он начинается с Фалеса, и тогда это VI век до н.э., а кто-то скажет, что философия была и до Фалеса, и Фалес же откуда-то ее взял, наверное, там в Египте или Финики, и там какой-то мох был философ, даже у Диогена Лаэртко упоминается, тогда это тоже не VI век до н.э. А может быть, философия это вообще продуктивное мышление, тогда можно возводить появление философии к самому возникновению любой идейности как таковой, да, ну, вот как-то так. Наши эры... То есть, опять же, да, вот, например, определение того же самого Делеза, Делеза вроде бы, да, что философия это творчество концептов. Мое определение недалеко от Делезовского, на самом деле, но вот философия творчества концептов, то есть тогда, когда начали творить концепты, вот, нет, это же мышление, мышление не про практику, скорее, мышление про концепции разные все-таки. Так вот, колесо это не философия, нет, это практика, это феномен как раз. Так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, да, концепты, когда начали появляться, концепты, концепты, когда начали появляться, концепты начали появляться очень и очень и очень давно, задолго до Древней Греции, то есть были разные мифологические представления, там, не знаю, анимические представления, у всяких разных племен, скорее всего, были разные представления о том, как мир устроен. Если это тоже философия, а если философия – это творчество концептов, значит, да, ну тогда я на ней уже, не знаю, очень много тысячелетий, там даже десятки тысячелетий будут, ну, окей. В территориях, которые сейчас расположены на Греции и Турции. Почему ты не сказал там Китай? Знаешь, обычный курс по истории философии для нефилософов такой. Философия возникает в Древней Греции, в Индии и Китае. Здесь есть следующая терминологическая трудность, когда мы сравниваем типические феномены из разных культурных регионов. Хорошо бы устанавливать какие-то основания их типичности. В отношении Индии есть достаточно... Творчество концептов. Создавались концепты. Хорошее основание. Я считаю, что там есть вещь, которая очень похожа на то, что в греческом культурном регионе называется словом философия, греческим словом философия. С Китаем всё... Что конкретно называется греческим словом философия, можно прояснить, потому что прояснено это, опять же, не было. Гораздо всё хуже, то есть там и слова похожего нет. Здесь согласен. От Индии. Ну, в Индии он имеет в виду слово Даршина, просто слово Даршина, если мы по Даршине, философские школы индийские, да, как это обычно переводится, это, наверное, не очень то, что нужно, потому что в Даршины входит шесть разных философских... Философско-религиозных направлений, да, их всего-то шесть, но они внутри себя ещё делятся. Ну и, честно говоря, как бы, это просто ведийские направления, которые занимались вот этими философскими, религиозно-философскими вопросами. Но также есть философия буддизма, философия джайнизма, они не Даршины, на самом деле. Ну ладно, интересно. То, что мы называем китайской философией, не очень похоже на то, что мы называем философией применительно Грецией. Что мы называем философией применительно, блядь, Грецией? Можно, пожалуйста, прояснить? Я просто не до конца понимаю. Мы вроде бы, не знаю, кого-то Парменида называем философией Парменида. До нас дошли его тексты, где он стихи ебучие пишет. О том, как он просто упиздохал, в общем-то, на колеснице Кананки, блядь. И там она ему открыла ебаную истину, там вот на самом деле, да. И он просто охуел с этой истины. Это просто текст о природе Парменида. Я просто напоминаю, что мы считаем философией... Мы считаем Парменида философом? Ну, вроде считаем. Или Фалес, например. Фалес как философ. Как вам? Ну, что у нас осталось от Фалеса? Цитаты Волка. Сейчас, давайте я вам, блядь, зачитаю. Давайте я вам, блядь, зачитаю. Я не Диоген Лаверткова беру, я беру фрагменты раннегреческих философов. Ну, просто, чтобы мы как-то это... Сейчас тут должны быть его высказывания замечательные. Замечательные высказывания. Сейчас Гипас, Пифагор, Кикотей. Ну, просто, если уж мы с Фалеса начинаем, давайте посмотрим. Фалес, Фалес-треножник. Так, 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 так. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Так, упоминает Аристотель Волкидея в таких словах. Он сказал, что смерть ничем не отличается от жизни. Так почему же, спросил кто-то, ты не умираешь? Именно поэтому, что разницы нет. Никакой, блядь! У-у-у-у! Нахуй! У-у-у! Чем это отличается от китайской философии? Можно, пожалуйста... Можно, пожалуйста, просто вот сказать, чем вот эта вот хуйня, которую я сейчас прочитал, отличается от, собственно, китайской философии? Что же такое философия в греческом понимании? Липполез все-таки не философ, наверное. Ну, я просто не знаю. Я просто не знаю. Липполез все-таки не философ. И тогда философия, может быть, начинается где-то век так, с четвертого, может быть. Когда складывается более-менее такой рационалистический дискурс, имеется в виду. Я просто вот здесь не до конца тоже понимаю. И тогда, наверное, не все ленистические школы являются философскими, потому что не все они достаточно рационалистичны. Потому что, ну, явно, что стандарт полтонизма и перипатетизма в области рационалистичности, он довольно высок. И все остальные школы были значительно менее рационалистичными, чем эти. Что понимается здесь под философией, я не до конца понимаю просто. У меня совершенно другая картина философии греческой. И на мой взгляд, и на мой взгляд, и на мой взгляд, Китай вполне так себе, ну, там есть и десократические элементы. Иногда есть более-менее сложные рассуждения, попытки создавать какие-то более-менее сложные большие системы, в которых все объясняет все остальное. То есть взаимосвязанные какие-то элементы, единые учения есть. То есть есть полноценные философские взгляды на мир. Аргументация хромает, но она у всех, короче, хромает. Вообще у всех философов хромает аргументация. Вообще у всех людей хромает аргументация, в конечном счете. У китайцев она немножко особенная. Она такая, по аналогии больше строится. Хотя, слушайте, если мы посмотрим, что там приписывают Фалесу в его суждениях о воде, там суждений по аналогии достаточно тоже. Фалес в этом плане вполне так себе китайский философ по типу рассуждения. И того, что родилось из Греции, и того индийского феномена, который мы условно называем анвикшики. А, все-таки анвикшики, окей. Ну, то есть исследование, ведущееся рациональными логическими методами. Ну, проблема заключается, наверное, еще в том, что рациональные методы в Индии в среднем не являются доминирующими, так скажем. То есть самая база, самая истина, самый сок вы узнаете в практиках, в медитациях. В этом проблема. Ну, ладно. Философия в Индии. В количественном отношении он даже больше. В том смысле было гораздо больше таких людей, которые этим занимались. По всей видимости, такое впечатление может создаться при изучении некоторых источников. Ну, а с Китаем есть явление, которое условно может быть запараллелено. Ну, назвать его философией или нет, это вопрос конвенции. То есть в общих курсах, конечно, мы можем назвать его философией. Ясно. Почему не раньше? Почему шестой век? Вот ведь будет... Почему он говорит про общие курсы? Вопрос, если на философском факультете обычно преподается индийская и китайская философия, это раз. И есть отдельные кафедры, в общем-то, на которых люди изучают и индийскую, и китайскую философию. В СПБГУ, например, таковые и есть. Почему, и, кстати, и первый, и второй, и вот так вот относятся к индийской и китайской философии, как будто бы скрывая, что имеются целые кафедры, которые всю эту тему изучают. Почему они так уверенно заявляют, что на кафедрах эти темы не изучаются? Даже более того скажу. Что в общих курсах типа да, в общих курсах типа да. А вот уже философам самим по себе этого уже не должны давать и не дают, это им не нужно, блядь. И как будто бы это не на философских факультетах, и как будто бы нету специалистов по индийской и китайской философии вообще. Ну это кринж, по-моему. Да им похуй, забей, да-да-да. Были же крупные цивилизации, да, в Египте, Месопотамии, и, я уж не знаю, к сожалению, датировку американских цивилизаций, но они тоже были довольно-таки развитыми, судя по всему, судя по тем памятникам архитектурных пережитений. Не, ну просто, по-моему, собрались то ли два аналитика, которые, ну либо два европоцентриста радикальных, либо два человека, которые просто обучались в вузах, в которых этих предметов не было, может быть. И у них какой-то хейт китайской, может быть, даже индийской философии, такой, знаете, какой-то европоцентрический комплекс, по-моему. Просто я не знаю, как по-другому объяснить игнорирование, ну, очевидных фактов, просто очевидных фактов. Приветствую медвическое лицо. Ну, по крайней мере, того факта, что внутри образования, даже русского, нашего отечественного образования, представлены эти вещи. Причём, ну, может быть, не очень хорошо представлены, но представлены в достаточной степени целыми полноценными кафедрами. Вот, как бы... Прежде всего, которые остались, почему раньше не возникло? Почему были крутые цивилизации, а философии не было? Ну, задавая подобного рода вопрос, мы должны установить некоторый стандарт ответа на него. То есть, что значит, почему? На этот вопрос, в зависимости от стандартов отвечания на вопросы, почему к историческим феноменам, можно по-разному отвечать. Мы знаем, что это возникло и не возникало раньше. Какие-то внешние условия... Стоп, откуда мы знаем, что это возникло, блядь, и не возникало раньше? Я вообще нихуя не понимаю, что он несёт. То есть, серьёзно, это же какой-то кандидат наук здесь вроде бы, да? Кандидат философских наук, доцент, философский факультет МГУ, блядь, сотрудник МЦИС, главный редактор Женару Нал, финиковый компот. И, соответственно, несёт какую-то чепуху, попростите меня, пожалуйста. Просто, опять же, потом какие-то дегенераты, типа, там, Кардашей, блядь, Василов, Лемонов и прочих умственно неполноценных дебилов будут называть меня идиотом и говорить, что я нихуя не понимаю философию. А что я требую? Я определение требую. Ну и, соответственно, с указанием определения нужно уже распределять. Есть это явление? Нет это явление. Определение философии дохуя. Очень много. Стой, ну, стой, может, в итоге со мной не согласен, может быть, одно есть определение, священная философия, и мы должны, блядь, просто на колени вот так вот встать и кричать, ну, философия это рационализм, блядь, и только он, блядь, и только так. Но фактически-то их дохуя, фактически их много. Да, ну, половина, наверное, философских школ, наверное, половина философских школ, они их сформулировали в своё понимание определения философии. Для стоиков философия это стоицизм, для платоников это платонизм приблизительно, плюс-минус, да, для гегельянцев гегельянство, ну и то, что ему пришествовало, а какая-нибудь хуйня, которая после гегельянства уже не совсем философия, да, для кого-то философия это марксизм, очевидно, в чистом виде, ну и то, что пришествовало становлению марксизма, тоже, конечно, философия, а то, что там потом началось, это уже хуйня какая-то собачья, к философии отношения не имеет. То же самое, кстати, с аналитиками. Аналитики здесь рассуждают точно так же. То, что было до аналитической философии, ну еще соу-соу, короче, но сейчас аналитическая философия, суть философии, все остальное хуйня. Стандартные подходы к пониманию философии, их просто очень много, очень много определений, очень много разных критериев, на которых это слово базируется. И тут внезапно, короче, без какой-то дачи определений, два чувака, короче, такие выходят и начинают рассуждать, как будто бы они понимают, что такое философия. База. База, да, на серьезных щах, ну все, ну в Китае, наверное, не было, в Индии, наверное, было, а тут, наверное, не было. Мы достоверно знаем, что до этого философии не было. Откуда мы, блядь, знаем? Откуда мы знаем? Может, Фалесу какого-нибудь там, не знаю, египетского великого философа учился, когда путешествовал. Просто философ этот нихуя книжки не писал, и Фалес его не упомянул. Откуда мы знаем? А может, у них там великая египетская философия с помощью вот языка распространялась и нигде не записывалась. Просто вот как вот у Сократа у них был предрассудок, согласно которому нельзя писемно распространять свое учение. С чего мы вообще взяли, что философия возникла, ну вот в то самое время? И чтобы додуматься до того, что я сейчас говорю, не нужно быть каким-то гением, не нужно быть мудрецом каким-то великим. Это просто очевидно. Это просто мега очевидно. То есть, честно говоря, мне странным все это кажется. Мне кажется, категорически странными такие рассуждения о том, что мы знаем, мы понимаем и так далее, какие-то глупости, на мой взгляд. Есть наблюдение, скажем так. Слово гипотеза может несколько более громко звучать в отношении к этим предположениям. Ну да, есть некоторые наблюдения, что во всяком случае политическая организация могла сыграть некоторую роль. Восточное государство, государство классического Востока, это монархии или военные демократии иногда. Но факт то, что там участие, так сказать, трудящихся масс гораздо было меньше, грубо говоря, чем в греческом регионе. Насколько меньше, это вопрос такой сложный. Стоп, в Индии было, как я понимаю, типа он сказал скорее да, чем нет, а вот в Китае точно нет или не точно. Скорее всего нет, он сказал. Как-то так. Здесь же вот даже формулировка, она вот такая немножко странная. Греция, Индия, да, а Китай скорее нет. Но там, в принципе, есть аналог философии, там есть попытка продемонстрировать, не знаю, истинность своей собственной позиции, которая излагается. Есть конструирование позиций, есть дискуссии, кстати, которые записаны в текстах. Вот. Что не так конкретно? Можно конкретное определение философии дать, под которое подходит каждый, блядь, греческий философ, и под который не подходит ни один китайский. Наберите мне такой набор критериев, наберите, блядь, мне такой набор критериев, под которые подходит каждый греческий философ и ни один, блядь, китайский. Вот. Прошу, блядь, в бой, вперед, вперед. Получится ли у вас? Я думаю нет, потому что аналогии между и греческими, и китайскими, и индийскими философами мы постоянно будем находить. Там будут нередко, ну, похожие-непохожие, но отдаленно напоминающие друг друга методы, как минимум. Или отсутствие тех или иных методов, которые мы иногда хотим видеть у философов. И там, и там будут, соответственно. Появление публичного пространства в дискуссии, вот оно было таким стимулом для развития философии. Да, по всей видимости, это не только на философии сказалось, и на других научных дисциплинах. То есть, вот мы знаем, что... Ой, философия как научная дисциплина сразу прям в сердечко. В классическом Востоке была довольно сильная, по меркам окружающих народов, разумеется, математика. Да, переходя в греческую культуру, она не то чтобы очень... Серьезно, я иногда слушаю людей, и мне порой кажется, что люди вообще даже близко... Вот они изучают философию вроде бы и давно и занимаются, но они даже близко не понимают, что это такое. То есть, какое-то магическое мышление относительно философии. То есть, я-то всю свою жизнь пытался разобраться с разными критериями, с разными, в общем-то... Да, да, критериями того, что такое там философия, наука. Для меня вот этот критериальный набор, да, он для меня важен. То есть, мне говорят, вот философия это вот это вот. Я вывожу все следствия из вот этого вот, и получается какая-то хуйня обычно, да. Ну, например, философия там, где есть рациональный дискурс. Окей, там, где рационализм есть, допустим, да, скажем так. Примитивно сформулируем на всякий случай. Ну, не будем здесь докапываться. Ну, тогда рациональный дискурс, он и в теологии имеется. Значит, вся теология равно философии. Ну, хуёвый вывод на самом деле. Мы не смогли разделить теологию и философию. Нас такой подход не устраивает. Более того, рациональный дискурс, он не во всей философии имеется. Например, какой-нибудь диаген, в общем-то, синопский, вам по двери насрать мог, чтобы опровергнуть ваше высказывание. Ну, например, да. Чем не аргумент? Чем не аргумент, в общем-то, скажем так. То есть, не все философские школы, которые признавались философскими в античности, да, так называемая греческая философия, они были в одинаковой степени рационалистичны. Это тоже очень важная позиция. Это вот, это невозможно не заметить. Это надо просто вот глаза закрыть. Или вообще не читать ничего, кроме Платона и Аристотеля, там, не знаю, какой-нибудь там Прокла, перепатетиков разных, ну и вот всего вот такого. Надо просто отстраниться от всей прочей философии. Другая фоновая штука, которая была, видимо, в Греции и не была на классическом Востоке, это слабость жречества. Опять, это все довольно условно, но в случае, например, Египта, жрецы – это довольно могучая политическая фракция. В случае классической Греции и доклассической Греции, ну, жрецы не обладали такой властью. И, следовательно, не имели такой монополии на знание. И вот не было какого-то... Там не то чтобы была какая-то, в нашем понимании, ортодоксия. Я имею в виду в монополии. То есть, вот тут сильная монополия на знание, в кавычках, знание, она есть у христиан. И у них все более-менее, не знаю, с точки зрения рационалистической философии, наверное, хорошо. Я бы оценил это как очень хорошо даже, очень неплохо для своего времени. А вот на Востоке или там, не знаю, в Египте это не так почему-то. Странно, странно, странно. На Древнем Востоке. Но сейчас монополия на знание у науки. И вот аналитики думают, что философия до сих пор развивается, она классно развита, она сильна. Поскольку этот текст уникальный, можно пытаться найти похожие, но вот явно... Никак не отношусь. ...в виде похожего нет. Это вот люди, которые ищут философию как бы до греков, это вот их кандидат. Потому что это победительно тоже, все это бабушка надо и сказала, но победительное за седьмой век. Я не думаю, что имеет смысл искать философию до греков. Это во-первых, да, скорее всего она просто была. Да давайте навскидку просто скажем. Она скорее всего была. Предположение о том, что ее не было, ну, менее вероятно. Менее вероятно. Да, то, что не было каких-то попыток рационализировать, задавать вопросы, что-то объяснять. Вот до фалеса буквально. Да, что фалес вообще первый. И что это именно в Греции возникло, ну, просто маловероятно. Будем честны, не честны, ну, как-то это все сложно себе представляется вообще в принципе. Что вот вдруг из ниоткуда выпрыгнул фалес такой и начал нам неожиданно рассказывать о, соответственно, о том, как все вокруг в мире устроено. Что все из воды, не из воды. И первый начал этого непосредственно доказывать, хотя доказательства мы тоже не особо видим, как бы у нас доказательства его... Мы ими не обладаем, к сожалению. Ну, вот. Наши эры. А греки с большей надежностью, это, ну, вот традиционная дата возникновения, это 585 год. Да, к чему мы и дошли. Это к моей претензии дошли. Это к моей претензии дошли на 30-й минуте только. То есть это до... Предсказание затмения фалесом. Да, да, это предсказание затмения фалесом. Это вот приблизительно считается... Ну, то есть какая-то дата нам нужна. Вот это она. Это явно до. Ну, скорее всего, до. То есть вот если кому-то нужна философия до греков, вот она такая. Вот она... Можно назвать... Какая такая? Может быть, это не философия до греков, во-первых. А во-вторых, мы не знаем, какая она могла бы быть, потому что это могла быть просто устная некоторая философская традиция. Это могло быть что-то, передающееся из уст в уста, а не... Непосредственно через какие-то тексты. Хватит эту философию, почему нет? Фалес Милецкий предсказал... Ты не дал определение, действительно, почему бы и нет. Почему тогда китайскую философию не назвать? Ну, по факту-то. ...казал затмение, которое произошло 28 мая 585 года до нашей эры. Это затмение считается первым задокументированным. По утверждению Геродос... Ну, с точки зрения системности, очень плохой материал. В принципе, как возникла философия, да, ну, можно рассказать куда более последовательно, хорошо и системно, и классно. И не допуская большое количество недоговорок и ошибок, которые автор совершил данного видео, да, собственно, оратор, действительно можно на несколько порядков лучше рассказать. Ну, и космогонии можно назвать философией. Ну, до такого все-таки почти никто не доходит. То есть, обычно все-таки, когда ищут какие-то философии условно до греческих народов, то есть, у народов классического Востока, все-таки обращают внимание вот скорее вот на такие примеры. Вот. Вычленяют редкие случаи вот похожего чего-то на философию. Ну, все-таки космогонию прям философией никто не считает. Там придумывают разные выражения, типа, там, предфилософия. В смысле никто. Мы берем делеза, берем определение философии, это творчество концептов. Творчество концептов. Творчество концептов, соответственно, космогония – это концепт, это концепт, соответственно, ну, вот делез уже как минимум есть. Ну, почти никто, наверное, многие постмодернисты. Я не знаю, они люди, не люди, чтобы считать их многими, немногими, не знаю. Сложно сказать, являются ли постмодернисты людьми. То есть, мне вот это представление, что было какое-то, значит, царство мифа. Все такие, окей, царство мифа, нет вопросов, живем в царстве мифа. А потом появились философии, такие, непонятно. И все, о, ничего себе не появится, правда, непонятно. Вот и философия появилась. Ну, может быть, что-то такое и было. То есть, но, как бы, источники, еще раз, источники выглядят не так. Ну, вот, опять же... Какая разница, как выглядят источники? Важно всегда помнить, что источники – это всего лишь источники. Ну, мы вполне можем себе представить, что письменная и устная традиции, представления и так далее, они могут радикально отличаться, потому что, например, да, в рамках письменной традиции ее писали, собственно, пиццы какие-то специальные. Да, то есть, была отдельная группа людей, которые писали. Они вполне могли не заниматься философией. При этом могла быть группа людей, которая занималась философией устной и ничего не записывала, потому что она не умела писать формально. И все. И столь же большое количество сомнений относительно того, что эти слова могли бы принадлежать самому Ноксимандру. Ну, вот, некоторые люди считают, что из этого всего можно оставить слово катарту хорион, то есть, по необходимости. Другие считают, что даже это, надо признать более поздними интерпретациями, возможно, аутентичные мысли. И так вот, в целом, выглядит это все как разрозненные кусочки. И в этих кусочках нету выражения сомнения. Во всяком случае, вот из такого я прям сходу не припоминаю. Кстати, да, есть шизы, которые определяют философию через сомнения, что, по-моему, абсолютно нелепо. Философы — это первые, кто начали сомневаться, как бы вот так вот даже. Типа, до этого не сомневались. Хотя, подтверждение этому привести просто невозможно. Просто, блядь, невозможно. Опять же, да, еще одна невозможная какая-то теория. И тем более, да, это правда, что во всех этих кусочках и даже нередко в цитатах, вот, в жизнеописаниях разных, о жизни учениях и изречениях великих философов, там, вот, фрагменты ранегреческих философов, которые там из разных тоже источников цитаты выдирают, тоже там мало сомнений. Там у кого-нибудь Пифагора есть сомнения в том, что он мудрец и достиг мудрости. Но на фоне всего остального, что Пифагор говорит, не видно, что он сомневается. Это просто, знаете, такой внезапно, он, типа, выебнулся такой, а я философ, я люблю мудрость, не потому что я не обладаю, но я к ней стремлюсь, типа, хе-хей, перед тираном пунктанулся и потом, как бы, обратно свою догматику продолжил втирать людям. Вот как-то вот так вот это выглядит, а не так, чтобы у Пифагора действительно была какая-то структура систематического сомнения, которое он ко всему применял. То есть это далеко не Декарт даже, хотя Декарт я тоже скептиком там не считаю, да, и сомнения у него в кавычках, сомнения, явно не полные. Но как бы, ну как бы вот, с сомнением там все очень плохо. Большинство по факту догматики, да, и это нормально. В этом нет ничего плохого. Вообще все философы догматики, кроме скептиков, это база. Может быть, ты слышал, но аргумент свечки, я говорю, это очень просто такой исторический аргумент, что когда вы так рассуждаете, как будто вы там и были, задержали свечку. Ну да. Здесь, наверное, вот чем, какой урок нашего разговора, этот урок заключается в том, что в действительности мы очень, очень мало знаем так, чтобы делать какие-то большие систематические выводы. Да, это правда. И следует заметить, что определение философии, оно возникало в Греции, причем первыми философами начали называться до Сократики. О чьей философии, о ее формате, и о том, как она конкретно выглядела, мы имеем довольно странные, неоднозначные представления. У нас есть фрагменты из поэмы Парменида, того же самого, но, честно говоря, это очень странные мифологические стихи, скорее, чем философское рассуждение. У нас есть отдельные цитаты отдельных философов, есть также фрагменты, которые философам этим относятся, и там, честно говоря, какой-то тотальной рациональности тоже заметить довольно трудно. То есть целостные структурности рассуждений, как у Платона и Аристотеля, у досократиков, ну, нет, ну, не видно. Ну, вот из того, что мы имеем, не обнаружить. То есть мы с трудом себе представляем, какой формат. И нам очень важно, на самом деле, понимать, что греки, судя по всему, называли философией прежде всего то, чем занимались досократики, ну и дальше уже, ребята. Включая Платона, Аристотеля, Аристипа, так, Диогена, там, и так далее, и так далее, Зенона, ну, ладно, еще Зенона я имею в виду, Китийского, который стоик. Хотя у стоиков как раз-то логика и была, и рациональность. Вот. Соответственно, это довольно очень, это довольно разные школы, с очень разными подходами, с очень разными, в общем-то, приоритетами, с очень разными базовыми концепциями, с очень разными, что самое главное, жизненными практиками. Вот. То есть, опять же, кстати, есть такие мыслители, как Пьер Адо, который вообще философию рассматривает через как раз практики, которые она дает. То есть, философии, как наборы разных духовных, жизненных практик, которые позволяют нам так или иначе организовать свое бытие, получается. И это очень хорошо, кстати, натягивается на эллинизм, на эллинистическую эпоху, которая вот после классики, получается, идет. Там вот как раз всякие аристипы, там как раз всякие киренайки, киники, стойки, скептики. Все это похоже на образ жизни, на самом деле, изначально. Потом философия перемещается в кабинеты, и все философы становятся одинаковыми, все одеваются одинаково, говорят одинаково, бумажки перечитывают, занимаются всякой вот такой вот своей вот спекулятивной чепухой. Это уже позже значительно происходит. И, честно говоря, честно говоря, честно говоря, вполне возможно, мы иногда даже имеем дело с абсолютно разными явлениями. Ну, например, я аналитическую философию философии принципиально не считаю. Почему? Потому что она отличается от того, что я представляю себе философией вот досократической, греческой в целом, да, философией Индии, Китая, философией даже нового времени. Это то, что отлично от всего, что я понимаю как философия. Принципиально отлично. Это принципиально отлично от того, что я понимаю как философия. Потому что там упор делается на аргументацию. Упор делается на аргументацию, а не на создание новых концепций. Понимаете, в чем дело? Даже Спиноза, который как бы акцентировал внимание на аргументации, даже Лебнец, которые акцентировали внимание на аргументации тоже, они сделали гигантский прорыв не столько в аргументации. Это прорыв, кстати, тоже крутой. То, что они в аргументации делали, прорывы, как Лейбнис, например, новый закон логики создал, получается. Помимо всего этого, эти люди, они создали новые концепты. Что их и отличает от нефилософов? Большинство так называемых аналитических философов не создали новые концепты, но они все равно называются философами. Вот, на мой взгляд, большую часть аналитических философов никак нельзя назвать философами. Приветствую, Владимир. Но это согласно моему представлению, моему определению и так далее, я все это оговариваю, я озвучиваю определение, я все следствия из него делаю. Да, согласно моему определению, мифологи, которые впервые создали тот или иной миф, это тоже философы. Там Иисус Христос, если это был реальный мужчина, не бог, который просто в мир пришел и рассказал нам про христианство, это тоже философ получается. Почему вполне оригинальный Будда-философ, Джина Махавира-философ, не знаю, Конфуций тоже философ получается и так далее, так далее, так далее. То есть, я все следствия из этого напрямую делаю, я с ними готов смириться, это все вполне в мою картину мира встраивается, а вот аналитическая философия в эту картину просто не встраивается, к сожалению, по большей части не встраивается. Не вижу в этом никаких проблем, на самом деле. Да, кроме той, что мы в современном мире скорее тяготимся, тяготим к тому, чтобы называть именно аналитическую философию философией. Это единственная проблема, да. То есть, современное философское сообщество, скорее всего, будет бомбить от этого тезиса, ну, просто потому что, просто потому что, ну, мы же философы, мы аналитикой занимаемся, ко-ко-ко-ко-ко-ко, да. Ну, и, соответственно, ну, вот такое вот будет бурление злости, ненависти и хейта просто из одного какого-то вполне проработанного тезиса. Да, у меня вот такое представление о философии. Непротиворечивое, замечу. Замечу, непротиворечивое, целостное, из которого я делаю все необходимые следствия, к слову. Ну, да ладно. И этого представления, или приблизительно такого же представления, придерживаюсь не я один, также замечу. Вот, Ксенофан, это тоже человек, мы знаем его как философа, но, по всей видимости, он был не только философом, стихи исполнял. Вот. Тем, что мы сегодня бы сочли естественными науками, он, скорее всего, занимался... Ой-ой-ой-ой, а что бы мы сочли сейчас естественными науками, тоже интересно. Я вот счел бы естественными науками что-то уже где-то века так и 17-го, может быть, 16-го, ну, ладно. Вот. Гекаты... Он имеет в виду философскую физику, то есть натурфилософию, ну, ладно. Это географ, но Гесиот это поэт. Вот. Ну, да. Ну, что же, еще раз скажу, не до конца мы понимаем, почему возникла философия там, где она возникла. Это... Вообще от определения зависит, где она возникла и плюс-минус, когда она возникла. Опять же, как говорил великий мыслитель и пророк современности Убер-Маргинал, соответственно, до Фреги никакой философии не было, потому что до этого рассуждения у философов были наивными, и только с Фреги, соответственно, началась настоящая философия. Чтобы вы понимали, да? Насколько разные подходы могут быть и насколько много людей можно выписать из философии. То есть, да, есть даже такие шизотерики. Но, с другой стороны, я подчеркну, что данный подход Маргинала, он хотя бы последователен. Давайте так, да? То есть, в отличие от просто шизов, которые говорят, ну, философия это все рациональное, пук-пук-пук, да, там рационализм, и он там уходит в античную Грецию, и все дела. Но вот эти шизы, они непоследовательны. Вот эти люди, они немножко шизофренично непоследовательны. Маргинал довел эту позицию до абсолютной последовательности и выписал из философии всех, кроме аналитических философов. И у него получилось, что да, все-таки вот там, где логика, там и философия, вот значит, вот философия, она вот такая. А все, что до них, там всякие Юмы, Канты, там Аристотели, Платоны, Аристипы, все вот эти вот ребята, они не философы. Это хотя бы последовательно. Здесь я могу отдать, знаете, дань, дань убермаргиналу, честь, честь убермаргиналу. Это хотя бы последовательно, не так кринжово, как люди обычно употребляют, в общем-то, слово философия. Богиня, потому что пишет итог подкаста, мы ничего не знаем и не узнаем, база. Ну, хотя бы к этому пришли. Нет, поскольку это уникально... Нет, ну мы знаем, что философия не возникала до этого, почему-то непонятно, да, хотя потом было сказано, что вроде бы можно поискать до этого, но до этого было, ну, короче, противоречие внутри самого видео было обнаружено, тоже важно здесь подметить. То есть сначала она у них вообще не возникала, а потом она у них, может быть, и возникла, но можно уцепиться за конкретно этот текст. Ну, бывает. В смысле, хуже, максимум. Как относится Кузнецова из видео, он хуже маргинала Лемона и Васила? Я не думаю, что он хуже маргинала Лемона и Васила, к вопросу. Ну, человек занимается своим делом, реализует свой интерес внутри философии, в отличие от маргиналов Лемонов и Василов, не дискредитирует огромное количество разных философских областей, кстати, я замечу. В этом плане он неплох, соответственно, даже я дискредитирую, наверное, аналитическую философию, так называемую, но согласно, опять же, определению, которое я даю, чтобы вы понимали, опять же, не более того. А всякие Лемоны, маргиналы, Василы чаще всего просто мало начитаны в некоторых областях философии, типа там китайской, индийской и прочих, на самом деле, там Ницше, к вопросу здесь Штирнер и многие другие. Но очень сильно дискредитируют эти области всеми возможными методами, там, оскорблениями, подстановкой разных позиций дурацких. Включая, кстати, мою философию, тоже они дискредитируют, ничего в ней не понимают и ничего не знают, к сожалению. Но зато критики полные штаны. Кузнецов лично мне ничего не делал, зоны интересов, которые меня интересуют, он не задевал в этом плане. Я не замечал, по крайней мере, этого. Ну да, скорее он к европоцентризму тяготеет и к признанию, скорее всего, от аналитической философии. Но я против этого ничего не имею, таких людей много. Если они не агрессивные, если они не готовы с пеной у рта, как там Лемоны, Василы, маргиналы, доказывать свою позицию, именно доказывать, в кавычках доказывать имеется в виду, именно с пеной у рта, здесь акцент на пену, соответственно, да, то у меня к ним претензий мало, и к Кузнецову у меня претензий почти нет. Я готов прокомментировать огромное количество его высказываний, согласен, не согласен, правдоподобно, неправдоподобно, да, там насколько хорошо, нехорошо, но не более того, у него много хороших материалов. Прямо, очевидно, плохих я не помню, чтобы вот прям с самого начала и до конца какая-то чепуха была, я такого не помню, соответственно, вот. Ну, то есть, все в меру, все хорошо. К Кузнецову у меня никакого плохого отношения точно нет, в общем, позитивно. Ну, и, соответственно, это один из немногих людей, которые в России, будучи там кандидатом наук в современной России, пытаются поднять аналитический дискурс более-менее. Ну, то есть, вот, видите, как раз картиночка нам высветилась сейчас с Васильевым, как раз тут Васильев и Кузнецов. Вот с Васильевым. Вот Васильев один, наверное, из таких самых громких персонажей, которые пытаются это сделать. Там еще Никоненко есть в Питере, там еще много людей. Грязнов, собственно, учебники писал. Ну, из таких вот, знаете, кандовых академиков, да, вот он пытается в России продвигать академический дискурс. Сейчас это постепенно нарастающая тенденция, конечно, но Кузнецов это давно начал делать. Это неплохо, это неплохо. Надоели Хайдегеры всякие, надоели всякие Хайдегеры, да, немножко можно и поанализировать что-нибудь. Я в этом не вижу тоже ничего плохого. И я надеюсь, что у нас в определенное время в академической среде начнут выпускать более-менее нормальные, адекватные переводы современных классиков, аналитических. Как можно больше этих переводов, конечно, хочется видеть. Безусловно, как можно больше. И, соответственно, ну, ждем. Ждем развития всего этого движения. Надеюсь, оно нас не захватит с головой полностью, но переводики хотелось бы посмотреть все-таки побольше. Продолжение следует...